Добрый день, уважаемые коллеги, Евгений Полубенский. Предлагаю, собственно, начать нашу сессию. Публика у нас начинает, ну, с обедом конкурировать достаточно тяжело, но я предлагаю начать. У нас, наверное, будет публика потихоньку собираться. Если говорить об этой сессии, каждый год она в том нульном формате проводится на Майнексе, и мы с организаторами обсуждали, какой формат иметь в этом году, и мы пытались расширить, потому что традиционно мы говорили о, собственно, проблемах недропользования и немножко затрагивали тему налогового регулирования. Эти темы сегодня остались, но мы постарались включить и в состав спикеров, и в состав тем представителей не только Роснедры и глав геоэкспертизы, которые сегодня также участвуют в нашей сессии, но и расширить круг за счет добавления ГКЗ. Сегодня у нас присоединился Лазарев Александр Борисович, главный геолог ГКЗ. И также Рыбникова Марина Владимировна, она представляет Федеральное государственное бюджетное учреждение наукинство проблем комплексного настроения недр и расскажет нам о тех дискуссиях, которые сейчас идут с участием Ростехнадзора в связи с регулированием разбортовки карьеров. Поэтому наш круг обсуждаемых тем становится несколько шире, количество регуляторов, которые участвуют в нашей панели, тоже несколько возрастает. И традиционно остаются еще две такие темы. Это, собственно, как я сказал, налоги. И второе – финансирование и сделки с участием горнородных компаний. Здесь у нас тоже два хороших спикера. Это Нина Гулис, КПМГ, и представитель компании Нортон Роуз, Ольга Фонотова. Соответственно, эти две темы, я еще отдельно представлю спикера перед их выступлением, будут покрыты с их участием. Денис Никишин у нас сегодня участвует в заседании правительства, которое также посвящено сечениям состоит из вопроса недропользования. Поэтому он будет у нас выступать первый. И основная идея – дать вам понимание тех основных изменений, которые произошли в недропользовании за последний год, тех основных инициатив, которые сейчас обсуждаются на уровне Натроссмедра, Министерства спорных ресурсов, Государственной Думы. Что изменилось и чего нам ожидать в ближайшем будущем? Денис Никишин, прошу. Уважаемые коллеги, день добрый. Большое спасибо за возможность. Евгений немножко громко сказал, что на заседании правительства еду на совещание по одному из законопроектов как раз, поэтому, к сожалению, не смогу всю сессию приседить. Можно, пожалуйста, вывести презентацию на проектор? Если вообще говорить об основных тенденциях развития законодательства в современный период, последние лет 5-7, то надо сказать, что они в основном вызваны тем, что, во-первых, большинство месторождений, уже изученных у нас в распределенном фонде, по большинству, по очень многим полезным ископаемым, это больше, чем 90%, а даже 95% по нескольким видам, это во-первых. А во-вторых, необходимость привлечения частных инвестиций в проведение георазведочных работ на самом раннем этапе. То есть, с одной стороны, эффективное управление распределенным фондом недр, который, по сути своей, включает в себя все крупные, уже разведанные объекты. И с другой стороны, это как раз эффективное воспроизводство дальнейшей минеральной сырьевой базы, причем с активным участием пользователей недр. В связи с этим, как раз для воспроизводства минеральной сырьевой базы был введен заявительный механизм, который действует у нас уже достаточно успешно. Евгений Аркадьевич Киселев на прошлых выступлениях сегодняшнего дня достаточно подробно на этом останавливался. Поэтому вся информация в целом представлена на слайде. Хотелось бы, наверное, сказать, что помимо непосредственно заявительного механизма, когда любой пользователь недр может, любой заявитель может претендовать на определенные участки, на котором нет запасов и прогнозных ресурсов высоких категорий, то еще достаточно интерес представляет механизм получения для геологического изучения сопредельных с разведываемыми и разрабатываемыми участками недр, как по глубине, ниже лежащие горизонты, так и по площади, так называемые фланги. И этот механизм тоже сейчас достаточно большой популярностью пользуется для целей воспроизводства минеральной саревой базы действующих предприятий. С точки зрения совершенствования механизма участков недрофедерального значения тоже достаточно большая работа ведется. С 2008 года, как только заработал этот институт, постепенно, наверное, основным трендом является его постепенная работа по его либерализации. Во-первых, из самого, наверное, главного изменения, это летом прошлого года, был скорректирован перечень участков недр федерального значения, те критерии, которые позволяют относить или не относить участков недр, участков недр федерального значения. Кроме того, ведется работа по упрощению самого режима участков недр федерального значения и распространение его только, скажем так, на наиболее рисковую группу, исключительно на иностранных инвесторов. Дальше, что планируется делать? Наверное, самая главная такая из свежих инициатив, это разрешение геологического изучения во внутренних морских водах или территориальном море, сейчас на участках недр федерального значения геологическое изучение по самостоятельным лицензиям, в принципе, проводиться не может, то есть целью вот как раз данного мероприятия является вовлечение компании, вовлечение частных средств как раз к проведению работ на ранних этапах и упрощение лицензирования, освоения и месторождения общераспространенных полезных ископаемых в границах земель обороны безопасности. Тоже соответствующий законопроект Минприроды подготовлен и внесен в правительство. По участкам недр местного значения два таких важных изменения этим летом были приняты Государственные думы, это, во-первых, введение специального механизма лицензирования получения лицензии на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых для целей дорожного строительства осуществляемого по государственным контрактам по 44-му ФЗ и 223-му ФЗ и упрощенный порядок лицензирования подземных вод для садоводов-огородников. Это, наверное, то, что всех нас интересует не как представителей компании, а как простых граждан. То есть можно добывать подземную воду садовым товариществом будет без экспертизы запасов, без подготовки технического проекта, без проведения работ по геологическому изучению. При этом достаточно важное значение имеет недопущение недобросовестных лиц к получению права пользования недруем. Первым шагом был запрет получения лицензии по заявительному механизму тем лицам, которые ранее нарушали условия лицензии, также полученные по заявительному принципу. Если ты раз уже показал себя недобросовестным, то на два года в отношении компании вводится мораторий. При этом прорабатываются следующие инициативы. Предоставление единственному участнику аукциона для того, чтобы как раз отсекать необходимость вот этого второго-третьего аффилированного лица в аукционах, возможность предоставления второму участнику конкурса, если да, цена была задрана очень сильно и при этом лицо так и не уплатило остаток разового платежа. И, наконец, введение реестра недобросовестных участников аукциона, которым будет запрещено получать определенный период с внесения в реестр правопользования недрой. Ну, по аналогии с реестром недобросовестных поставщиков по 44-му. По геологической информации, в принципе, ну, достаточно уже изменения, да, действует более полутора лет. То есть здесь тоже предельные сроки конфиденциальности, бесплатность, создание системы единого фонда, закрепление особенностей по природным носителям и формирование подзаконной базы, которая достаточно подробно регулирует сбор, обработку, хранение, представление информации. Если говорить об экономических механизмах стимулирования, то сейчас достаточно серьезная работа проведена по... постоянно ведется по совершенствованию 94-го постановления правительства, которое регулирует порядок расчета разовых платежей по неконкурсным механизмам предоставления. Последними изменениями, да, был введен механизм расчета платежа за включение в лицензию права добычи попутных полезных ископаемых, да, постоянно корректируется. Над чем работаем? Это понижающий коэффициент для забалансовых запасов при расчете платежа по 223-му для аукционов. Это увеличение размеров регулярных платежей, как раз-таки, для компаний, которые не укладываются в сроки, установленные 10-й статьей закона о недрах, совершенствование правил расчета размера вреда, в том числе по лицензиям, где была техническая ошибка, и повышение размеров административных штрафов, в частности, по янтарю, по нефриту. По продлению сроков, да, тоже достаточно большая работа ведется постоянно. Были введены, да, изменения границ участков недр, исправление технических ошибок, разрешение добычи попутных полезных ископаемых. То есть, постоянно ведется работа по расширению оснований, по совершенствованию механизма внесения изменений и дополнений в лицензию. То есть, лицензия становится все более и более гибким инструментом, который не то, что один раз выдан и дальше не может быть изменен, а постоянно пользователь недр, в зависимости от изменяющихся условий, может всегда те или иные вещи поменять. Причем не только условия, но и, по сути своей, сущностные характеристики того правоотношения, которое возникло. То есть, относительно объекта, относительно тех правомочий по составу полезных ископаемых и так далее. Это последние изменения в положении об установлении изменений границ. Это возможность неоднократного изменения границ по ряду оснований, возможность изменения границ до завершения всего этапа геологического изучения или разведки. Новые основания в сторону уменьшения, в частности, исключения лицензии, полученной по факту открытия из поисковой лицензии. Закреплен порядок расчета 20-процентного ограничения на прирезку, с которым очень многие коллеги-недропользователи не согласны и считают его несправедливым. И совершенствование порядка работы комиссии территориальных органов в честь включения у них представителей не центральных аппаратов, а территориальных органов, тоже иных уполномоченных, помимо Роснедр, органов. И, наконец, последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это мониторинг исполнения условий пользования недрами, тоже это сегодня уже обсуждалось. На этом слайде вы видите результаты как раз по заявительному механизму на твердые полезные ископаемые, то есть цифры достаточно интересные. Те компании, которые получали уведомления, больше половины из них у нас выходили на исправление. То есть в течение трех месяцев в итоге проект все-таки делали, поэтому говорить, что вынос на досрочку это всегда лишение, нет, это достаточно хороший стимул пользователю недр собраться и хотя бы запроектировать те работы. Ну и в дальнейшем прорабатывается возможность как раз введения такого мониторинга по более широкому перечню условий пользования недрами, помимо проектирования, те, которые находятся полностью в поле компетенции Роснедр, то есть экспертиза запасов, техническое проектирование, представление отчетности и геологической информации. Коллеги, спасибо большое за внимание. С вашего позволения. Я бы, опять же, отступаю от регламента, в связи с вашим отсутствием, позволю бы, может быть, два вопроса к вам, участникам, если есть какие-то динамы, динамы. Ну, вопросов нет, но на момент, когда я считаю, что я запускаю. Спасибо большое. И здесь я хотел бы вернуться в регламент, и в нашу предпринимательную повестку, опять же, с майнинг, с конференцией было запланировано проведение небольшого вопроса, и было поставлено три вопроса, мы можем, да, в турнизаторах сейчас вывести на экран и попросить вас проголосовать. И эти вопросы, они поставлены следующей целью. Первое касается, собственно, регулирования. Нам хотелось понять, что, собственно, с вашей точки зрения сейчас является основной проблемой для недропользования, и куда, может быть, регулятору и компаниям в диалоге с Роснедрами стоит обратить основное внимание. Можно вас попросить проголосовать, и вопрос звучит, в какой области основной потенциал для улучшения регулирования недропользования в России. Это лицензирование, налогобложение, промышленная безопасность, экологический контроль и согласование экспертизы проектной документации. Вот, по возможности прошу вас проголосовать. А сколько у нас времени было? Секунд 30, да? Ну, на самом деле уже тенденция очевидна, что по третьей, лицензирование недр и согласование проектной документации с нескольким меньшим процентом, 36 против 27, ну, то есть больше третьей и четверть. Это две основные проблемы, на которые следует обратить внимание. В принципе, Денис рассказал, что лицензированию очень много внимания уделяется. Проектной документации недостаточно, наверное, было уделено времени, может быть, коллеги добавили, я хоть тоже скажу, какой сейчас диалог идет с регулятором в части проектной документации. Хорошо, можно ли перейти к второму вопросу? Второй вопрос заключается, что вы считаете основными бизнес-рисками горных добывающих компаний? И здесь это доступ к капиталу, себестоимость, энергия, вопросы технологических рисков, денежные потоки, на это видимо финансирование сюда попадает, ну и коррупция. То есть где с точки зрения наших бизнес-процессов основные проблемы? Да, останется один вопрос. Но это поможет и нашим спикерам, собственно, сфокусировать свое внимание вокруг тех проблем, которые вы назвали наиболее значимыми. Понятно, то есть себестоимость и коррупция. Ну тоже, на самом деле, 40 и 30 ожидаемые ответы в какой-то степени. Ну и принимаю внимание, что лицензирование, доступ участкам недр и проектной документации вы сказали как самую сложную проблему, понятно, что с ними в этой степени взаимосвязаны себестоимость и коррупция. И третий, последний вопрос. У нас много рассуждают вопросов, идет вокруг иностранных инвесторов и недр федерального значения. Но я хотел бы такой простой вопрос вам задать. Насколько вообще важно увеличение доли участия иностранных инвестиций в разработку участков недр федерального значения? То есть очень важно, важно, неважно, ну и вообще негативно. Если вы заметили, то Денис Леонидович, выступая, назвал иностранных инвесторов наиболее рисковой группой. Ну если важно и очень важно объединить, то это получится 66% и считают это важно в этой аудитории, и 25% нет. И я сделал потом небольшое выступление сейчас Ольги. Для меня это тоже на самом деле остается вопросом достаточно таким проблематичным, потому что у нас страна размером как континент, у нас можно много говорить о системе правосудия и так далее, но мы инвестируем как горную промышленность в большое количество стран, в которых состояние, например, Кимрос, который работает у нас, у нее есть проект ТАСИС в Мавритании. Сказать, что в Мавритании там обстоят дело лучше с демократией, с политическими рисками или с системой правосудия, наверное, по крайней мере спорно. Кулисерные кадры в России, наверное, очень качественные. Энергия не такая дорогая, как во многих странах. Несмотря на эти факторы и многие другие, Россия остается все-таки не такой привлекательной для иностранных инвесторов. Может быть, Ольга скажет несколько слов об этом. Итак, Денис сделал вступление о тех изменениях законодательства. И Ольгу Шендрову, начальника отдела мониторинга лицензионных соглашений Роснедра, я хотел бы попросить рассказать нам несколько слов о том, какие основные проблемы недропользователь встречает на практике, с чем он, собственно, приходит в Роснедра и на что, собственно, мы должны обратить внимание. Коллеги, добрый день, спасибо за возможность выступить и рассказать, чем мы занимаемся, и какие основные проблемы сейчас есть, ну, скажем, с недропользователя при обращении в ОСНЕДР. Мой отдел занимается теми работниками, которые связаны с действующими процентами на пользование недра. Соответственно, блок лицензий, касающийся внесения изменений, переохранения и насрочного прекращения на пользование недра. Начну, наверное, с внесения изменений. Этот блок мы можем разделить на два, как традиционные внесения изменений, те, которые осуществляются в соответствии с законом о недрах. И на работе мы достаточно обширная практика по внесению изменений в действующей лицензии. На самом деле, это, наверное, не менее проблематичный сейчас вопрос, с которым сталкиваются недропользователи, сейчас практика достаточно большая, и ошибок при подаче заявок, скажем, или каких-то нехватающих документов, поэтому блоку это меньше всего. Но все равно, то, что касается рассказов, вопрос недрах внесения изменений, можно выделить здесь основные проблемы. То, что касается продления срока действия лицензии, это достаточно зарегулированный вопрос, и везде мы говорим о том, что лицензия продляет свой срок только тогда, когда есть соответствующая правительная документация. Пришедшие инспектизу ЦКР или ЦКР лицензии продливаются, это наименее проблематичный, более простой вопрос, однако есть нету преимущества, на которые недропользователи стоит обратить внимание и подачи заявок, для того, чтобы соответствующие заявки рассматривать как можно быстрее максимально сжатые сроки. Основными ошибками можно назвать, наверное, все-таки два вопроса. Это наличие непокаженной задолженности по регулярным регламентам послужил запользование, например, отрицательные справки налоговой инспекции, в связи с которыми мы вынуждены запрашивать недопользователей повторных предоставления таких справок, на что уходит соответственно время, и недопользователей рост нет. И вторым губком здесь можно говорить о том, что есть задолженность по сдаче отчета по завершенному виду работы, геологические фонды. Соответственно, в нашем регламенте указано о том, что должны быть правительные фонды и ростгел фонды. Соответственно, обе эти справки должны быть без задолженностей. В любом случае, если мы получаем справку с задолженностями, во-первых, это основание все-таки рассматривает данный вопрос на комиссию о насрочном прекращении права пользования для них, потому что недопользователей обязаны сдавать отчетность по завершенным видам работы. А во-вторых, это все-таки затягивает время на запрашиваемые справки в ростгел фонды и, соответственно, предоставление необходимости в учет с собой, предоставление недопользователям все-таки этой отчетности. Также в Роспроводнодзор проводят проверки раз в три года, плановые проверки не плановые проводятся по решению этого органа. Сейчас мы обращаем внимание на то, что у нас должна быть информация о выполнении у сфотгел фонды и нет. Соответственно, проверка должна быть представлена информация о приведенной проверке, как проверке Роспроводнодзора, либо информация, письмо, какая-то справка о том, что проверки по данной лицензии не проводились. В таком случае мы рассматриваем эти документы на комиссии, также с учетом того, что Росправднадор в последние 4-5 лет своих проверок не проводил. Все-таки на это, в против, тоже обращая внимание, процедура зарегулирована, всем понятно, но достаточно часто в последние годы стали появляться документы, которые не совсем соответствуют административному регламенту в том числе. То, что касается переноса сроков освоения месторождения, это проблематично. Это вопрос, это рост недорога для метропользователя. Метропользователи обращаются, в связи с чем мы отказываем на основании чего. Для нас иногда все-таки недостаточно, мы расценим недостаточную обоснованность переноса сроков освоения месторождения. Связано это по многому, с учетом того, что мы запрашиваем документы, нам их все-таки предоставляют, связано это с тем, что пользователей нет, а свои проекты знают хорошо. И понимают, почему переносатся сроки, почему сейчас недоходитель не может исполнить эти обязательства. В связи с этим иногда недоходитель не считать нужным возможным, подробно рассказать нам об этом. У нас этих проектов очень много, мы не можем рассматривать в индивидуальном порядке, и запрашивать, мы стараемся, конечно, это делать, но запрашивать по каждому документ достаточно проблематично. Поэтому, с учетом того, что вы свои проекты знаете хорошо, тем не менее, скажите об этом нам, чтобы у нас было понимание сути вопроса, почему вы переносите эти сроки, почему вы не можете осваивать эти месторождения в те сроки, которые установлены рецензионными соглашениями. Это первый момент. Второй момент, опять же, при ней предоставляются документы, которые касаются аренды земель, перевода лесных участков. Наиболее часто встречающиеся проблемы с невозможностью арендовать земельные участки. Предоставляйте, пожалуйста, эту переписку о том, что вы годами переписываетесь с рослесхозом или с лесничеством. История, то, что вы не можете арендовать эти участки. Нам нужно обоснование, обоснование документарное, почему у вас есть проблемы. Не просто слова. Все-таки РосМедр это госорганы, но нужны документы. Второй момент. И третий момент, это повторное обращение в федеральное агентство при получении отказа по внесению изменений в рецензии. Но, тем не менее, пользователь Медр не обосновывает, не предоставляет каких-либо новых аргументов, почему мы должны перенести все-таки эти сроки. Либо встречаются такие ситуации, когда мы проводили актуализацию, когда вносятся изменения не первый раз, а второй, третий, четвертый. Есть такие оцензии на самом деле. Но пользователь Медр, обращаясь с повторным переносом, хотя бы даже сроком освоения мастерождения, не предоставляет информацию, что за этот период, на который уже был перенесен срок исполнения писательств, что-либо было сделано. Какие-то проведены работы. Зачастую информации такой нет, поэтому это тоже для нас является основанием для отказа. Обратите внимание на эти моменты и вставляйте все-таки документы, которые мы можем расценивать как попытка выполнения условий пользы Медр в недостаточный срок, но тем не менее, чтобы у нас были аргументы для того, чтобы дать еще дополнительное время. Второй блок – это те вопросы, которые касаются все-таки достаточно новых оснований для внесения изменений. Технические ошибки в лицензии. Как вы знаете, исправляю, что технические ошибки в лицензии мы начали только с 2015 года. Практика уже достаточно обширна наработана по этому вопросу. И изменение границ зацензионного перчатка. То, что касается технических ошибок. На реполе распространенная проблема – это то, что предоставленные Медропользователям документы все-таки не позволяют нам сделать вывод о наличии технических ошибок. В связи с чем мы обращаемся к нашим определениям, к подведомственной организации, для того, чтобы нам все-таки предоставили эти материалы, и доказали, что это действительно является технической ошибкой. Основной отказ Медропользователь получает тогда, когда, проводя биоразведочную работу в своем лицензии, выявляет то, что участок метра, рудное тело, выходит за границы действующей лицензии, соответственно, обосновывает тем, что при предоставлении право пользы метрами границы были определены неверно. Мы это не расцениваем как техническая ошибка. Техническая ошибка расценивается только в том, что являлась... Если запасы предоставлены нейропользователю по конкурсу или по аукциону или как действующему предприятию в настоящий момент выходит за границы действующей лицензии, для нас это техническая ошибка. При этом мы обращаем внимание на то, что именно те запасы, которые были предоставлены пользователями метра, даже в 95-м году, то, что вы получили уже, проводя результаты, проводя биоразведочную работу, получив результаты, соответственно, это не техническая ошибка, основания для изменения границ в лицензионных участках по 429-му постановлению. Соответственно, есть проблема с получением гранотводных актов. В основном это, конечно, касается теопрецензии, которые вызваны пользователем метра как действующему предприятию. Частую нейропользователю не располагают информации с 92-х и 95-х годов. Грантводных актов у них нет, в связи с чем мы запрашиваем архивы, это стрекует времени. Поэтому, чтобы упростить процедуру принятия решения по техническим ошибкам, по возможности тоже необходимо предоставлять обосновывающие материалы получения лицензии. Грантводные акты, то, что касается лицензии, выданных как действующим предприятиям, в соответствии с положением порядка лицензирования, либо по условиям конкурса по аукционам, соответственно, если вы располагаете информацией, и у вас есть условия аукционных конкурсов, тоже предоставляете это нам. Соответственно, мы принимаем решение по внесению изменений в части исправления технических ошибок. То, что касается изменения границ от сензионных участков, здесь все достаточно просто, на мой взгляд, это все описано в 429-е восстановление. То, что касается внесения изменений, в 429-е восстановление практики у нас пока еще нет. не пропользователи за повторным увеличением границ от сензионных участков, не обращались, поэтому о практике принятия решения по изменению 429-е восстановление мы пока говорить не можем. Наверное, в следующем году может у нас уже появятся какие-то такие вопросы, которые можно будет озвучить. То, что касается работы Роснегр по актуализации рецензий, как вы знаете, работа завершена, была проведена масштабная ревизия действующих рецензий на пользование нервами. Частичные рецензии были актуализированы, то, что позволило принять 3800 около этой цифры, положительное решение по актуализации. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы внести изменения в закон о нервах и уже актуализацию проводить на основании законов РФ о нервах, а не поручения президента. Соответственно, пока это еще не принято, поэтому по актуализации мы сейчас работаем, не проводим. И еще два момента, которые мы вновим, изменения мы внулись в закон о нервах, это то, что касается приостановления ограничения права пользования нервами. По приостановлению рецензий мы сейчас работаем, тоже проводим в достаточно ограниченном количестве, принимаются решения, только если есть угрозы безопасности жизни здоровья населения либо людей, работающих на предприятии. Основания внесения и приостановления рецензий как экономической нервы, то есть разработки насторожений сейчас с нами не рассматриваются. Рецензии на этом основании мы не приостанавливаем. Связано это с тем, что мы внулись в изменение в закон о нервах, соответственно, критерий, по которым рецензии приостанавливаются, будет разработана правительством Российской Федерации о нервах, в связи с чем сейчас отработан и не проводятся. То есть нервы в некие лаборатории, что касается иностранных инвесторов, о том, что мы говорили, о лицензии сейчас с переходом права пользования недрами по участкам недр федерального значения лицам с участием иностранного капитала мы не переоформляем. Опять же, это связано с тем, что в правительстве будут разработаны критерии, по которым эти лицензии будут переоформляться, пока это не будет сделано, соответственно, пока это работает, но в основном все, чем занимается мой отдел, если есть какие-то вопросы, то ответить. Да, коллеги, здесь вопрос можно сейчас задать, и будет нормально только это. Может, пока вы собираете, я хотел бы спросить, Ольга, а вот как вы сами объясняете момент, за последние 2-3 года, это может быть, даже больше, сделано очень много для того, чтобы облегчить жизнь недрапрознания, и коммуникация со структурированием стала, так сказать, более позитивной. Почему в основном такой большой процент тут наши коллеги говорили, что проблема регулирования и дознание и лицензирование? Ну, честно говоря, я немножко удивился, потому что с лицензированием есть проблема, но максимально стараемся и общаться отвечать на вопросы относить изменения и запоминательства, но наверное, все-таки вопросы отрицовать недрапортили, потому что все-таки у нас до сих пор сохраняются проблемы, наверное, не ко мне. Понятно. Коллеги, есть? Может быть, какие-то вопросы? Добрый день, я хотел спросить, а есть ли какие-то другие поводы для проделения разветочных лицензий, кроме установления факта более сложного строения физического, что-то другое еще. Есть ли какие-то примеры проделения лицензий разветочных? Какое может быть другое обоснование проделения лицензий на разветочных? Как договор, лицензий на разветочных у нас нет. Виновное изучение, в частности, БМБР. Ну, то, что касается переноса стадии освоения, там все-таки управление срока проведения разветочных работ. На мой взгляд, здесь основание, что-то это геология. Во-первых, во-вторых, это то, что касается невозможности оформления разрешительной документации. Опять же, это тоже можно отнести к управлению разветочной стадии. Но вот по практике это в основном два основания для внесения изменений. Спасибо. Здравствуйте. Мне запретали? У меня такой вопрос. Вы относитесь к вашей деятельности. У нас есть стандартный, прописанный уже механизм передать лицензий. Реорганизация, дочерния, интересная компания и так далее. Здесь вопрос. Мы передаем лицензию, но, например, у бывшего недропользователя остаются отходы, забаланс, страшные породы и так далее. Вот здесь никак не регулирует лицензия. Например, как передавать в таком случае отходы или если, ну, недропользователь хочет это использовать, нужно ли я помню, тогда оденем лицензию? Если лицензия в упрощенном порядке перешла, вот что делать? Что значит упрощенный порядок? Переоформлено, резолюционно. Ну, это не упрощенный порядок, переходное право это основание для права пользования недвижимости, соответственно, лицензия переохранляется. Ну, забаланс, я так понимаю, вы имеете в виду забалансовый запас? Забалансовый отход. — Но всё, что числился на государственном балансе за пользователем недвижимости, соответственно, право пользования недвижимости переходит в новую то. — Если у вас числился на государственном балансе за балансовый запас, то естественно они будут числился по новой лицензии, до нового легкопользования. Н畝 относится ко всемacy и отходов, если прогнозирователь этого права было предоставленным, то после сейчас по прогнозированным цель нового значения расцветки добычи в том числе использования отходов добычи соответственно переоформляете лицензия со всеми обязательствами и со всеми правами то есть новый не пропользовать условно может использовать отходы выше это если это не главное чтобы отходы были наработаны лучше на пользу передался новому соответственно помолчение но и проходит используете условно эти отходы ну и привет какие-то дополнительные ретензии ретензии со всеми скажем проблемами в том числе балансовые забалансовые запасы мы не смотрим это не ясно для отказа то есть то что то что предыдущему в том числе и неисполненные обязательства позаконит на самом деле по умолчанию можно использовать все используйте 20 года сейчас там написано о том что права пользы нет разведки в том числе я в принципе не рад что в какой-то степени ответ был получен я хотел бы здесь передать слово Ольги фон этого и компания норк рост и соответственно она несколько в ином рамках с точки зрения финансирования включения инвестиций денежно-звездного отраса остается для нас важным и в некоторых случаях сложным вопросом кроме того мы также участвовали в соединении поглощений то есть как это может быть так где происходит соприкосновение с медными делами федерального значения и иностранным инвесторам все-таки я понял что 20% этой аудитории в принципе проблемы но тем не менее какой ваш взгляд что их останавливает инвестиции и где основные проблемы здесь спасибо большое Евгения очень интересный был опрос и приятно что 60% респондентов согласились с тем что иностранные инвестиции это важно это кому-то интересно особенно приятно что мне как человек который занимается с иностранными инвесторами что занимаешься делом которое кому-то интересно а вообще будучи юристами нам в основном приходится иметь дело с правовым регулированием и больше даже не с ним как таковым а с практикой его применения что иногда не совсем совпадает и в Нортон Роуз у нас есть возможность посмотреть на ситуацию в России в международной индустрии глазами как бы со стороны иностранного инвестора соответственно сегодня в презентации мне бы хотелось вкратце остановиться на тех темах основных направлениях которые актуальны и обсуждаются в международной среде и подводя итоги 2017 году который скоро закончится хотелось бы начать с хорошего давайте посмотрим на позицию России в целом с точки зрения ее место в мире в контексте привлекательности для инвесторов и удобства в ведении бизнеса в рейтинге стран это основной очень важный рейтинг составляемый получение документации регистрации прав разрешительной документации возможности для исполнения принудительного исполнения договоренностей и вообще удобства и простота ведения бизнеса в целом суммируя все эти факторы выход России на сороковое место из 190 это можно сказать фантастический результат очень высокий и для сравнения я посмотрела статистику пять лет назад мы были на 120 месте глобальный индекс конкурентной способности этот индекс составляет всемирный экономический форум России на 38 месте из 137 юрисдикций это тоже очень хорошо и помимо этого в последнем отчете всемирного банка по России было отмечено что у инвесторов укрепляется доверие к нашей стране в сумме очень хороший действительно достойный результат и здесь мне кажется немалую далеко не последнюю роль играет все-таки усовершенствование правового регулирования в стране вот эти показатели я думаю отражают в том числе и регулирование как таковой которое стало заметно лучше и понятнее на какие основные ключевые тенденции в отечественной горной индустрии мы обратили внимание в этом году в области совместных проектов и сделок по финансированию это наверное следующие четыре категории в первую очередь это соглашение акционеров корпоративные договоры в отношении российских компаний недропользователей которые заключаются по российскому праву несколько лет назад это было в принципе невозможно сейчас этот инструмент используется очень активно практически постоянно любой совместный проект совместное предприятие обязательно сопутствует ему соглашение акционеров и это неотъемлемый элемент любой сделки после явления поглощения помимо этого накоплен уже за последние несколько лет хороший достаточно позитивный опыт исполнения судебных решений и примиренного исполнения соглашения акционеров в России российскими судами и напомню что по модели соглашения акционеров могут заключаться не собственно договоренности между акционерами компании но также и договоры с участием финансирующей организации который не является владельцем акции следующий популярный механизм сейчас это для горнородных проектов это соглашение о уплате royalty они разные то есть целые договоры дающие право инвестору получать процентную или иную долю добычи полезных ископаемых и по принципу royalty кстати очень часто сейчас сформулируются условия оплаты или выкупа акций в компаниях недоопользователей следующий момент договоры о предоплате этой форме финансирования довольно широко успешно используется горнородными компаниями уже на продвинутом этапе разработки месторождений она предусматривает подписание оформленного договора купли-продажи между владельцем трудника инвестором покупателем важно наверное отметить то что часто финансируют такие сделки и такие проекты и не банки например торговые компании трейдеры и одной из актуальных свежих тем обсуждаемых активно в последнее время стали стриминговые соглашения по этим договорам стриминговая компания инвестор производит авансовые платежи в пользу горнодобывающей компании в обмен на это получает право покупать у металл в определенном процентном отношении от общего объема добычи на соответствующем месторождении представляет горнодобывающей компанией уникальный инструмент финансирования когда определенный объем будущей добычи попутных металлов продается инвестору с оплатой денежных средств в 2017 году мы отметили несколько горячих правовых тем если возвращать юридическую плоскость которые интересовали иностранных коллег самая животрепещущая как и прежде это тема инвестиций в стратегические активы и и в июле летом этого года наш законодатель подбросил еще несколько тем и поводов для переживаний в первую очередь здесь надо отметить установление запрета на приобретение контроля офшорными компаниями или под контрольными компаниями под контролем офшора в отношении стратегических компаний также было очень на наш взгляд неудачные изменения в том законе иностранных инвестиций которым предусматривается безграничное право представителя правительственной комиссии по иностранным инвестициями определять какой проект будет требовать предварительного согласования какой нет и это касается не только участков нет федерального значения вообще все что угодно любое иностранное инвестиции помимо этого был расширен перечень обязательств которые комиссии иностранных инвестиций может возложить на инвестора при принятии решения согласования сделки если раньше перечень был фиксирован и конкретно сейчас перечень открытый может быть любое обязательство ну и был расширен еще надо отметить вообще список в целом стратегических видов деятельности могут попасть под контроль под предварительное согласование но несмотря на то может быть негативные изменения которые произошли было и хорошее в частности уже отмечалось ранее докладчикам в 2016 году были уточнены критерии отнесения недр участков недр к участкам федерального значения и в этом году мы уже видели позитивный эффект от этого то есть имеется ввиду то что учитывает в запасы месторождений коренных месторождений а не проявляет полезных ископаемых теперь в сделках у нас появилась ясность здесь мы знаем требуется согласование с нас нет раньше это было очень абстрактно была переписка с органами было непонимание иностранные инвесторы не понимали мы тоже не понимали в общем здесь появилась ясность это очень хорошее изменение про актуализацию достаточно говорилось и может быть еще будет говориться здесь просто Просто хотелось бы отметить, что нашим клиентам до сих пор тема интересна, до сих пор задаются вопросы и, возможно, даже интересно в какой-то перспективе, как это все будет реализовано, интерес есть. И, наконец, необходимо отметить вводимое уже с будущего года, с 1 июня 2018 года, новое обновленное регулирование в России финансовых сделок. Цель основная была, опять же, приблизить наше локальное регулирование к высоким международным стандартам. И в данной связи будут внесены, они будут вступать в силу летом следующего года, изменения в гражданский кодекс, который будет направлен на регулирование расчетов эскро, открытие счетов в целом, развитие инструментов секретизации. В общем, попытались внести все эти инструменты, которые есть на международном рынке, активно используются, и в нашу местную действительность ожидается, что эти меры поспособствуют повышению инвестиционной привлекательности нашей страны. И последний мой слайд в отношении того, просто очень кратко, какие изменения ожидаются в международной иностранной среде от России. Первое, что обсуждается, это проект федерального закона об особенностях совместной деятельности в сфере недропользования и о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации. Он касается введения регулирования в отношении договоров горного товарищества, договоров совместного инвестирования в деятельность по разработке. Проект разработан МПР, он еще пока на стадии публично слушания. Второе, требуется разъяснение, на наш взгляд, в отношении последних нового законодательства об иностранных инвестициях. Как я отмечала, это те самые шелки полномочия председателя правительственной комиссии по иностранным инвестициям, которые дают, я думаю, просто безграничные права в отношении согласования проектов. Здесь хотелось бы увидеть дополнительные какие-то моменты регулирования, вводящие хоть какие-то рамки, ограничивающие эту свободу. И, наконец, полезной представляется нам инициатива создания реестра недобросовестных участников акциона. Проект закон, насколько мне известно, находится сейчас на завершающем этапе публичных слушаний. Он должен дальше направлен быть в правительство. В общем, проект движется, и это хорошо. В завершение я не сама добавляла картинки, и здесь хотела закончить на позитивной ноте, а на картинке, по-моему, какой-то сумбур, если не сказать больше. Мне кажется, что в российском правовом регулировании все не так, как изображено здесь. Наоборот, наблюдается очень много положительных тенденций. И, наверное, те шероховатости и неровности, которые у нас еще есть, они будут расчищены, правовое поле будет самое благоприятное и прекрасное для иностранных инвестиций. Спасибо. Спасибо большое. Я вот действительно воспользовался бы случаем. Сначала мне была идея передать налоги, но я, честно, хотя бы хотелось разбавить. У нас был один доклад совсем, может быть, такой правовой экономический, а затем сделал клинический доклад. Я, может быть, здесь бы передал бы слово Лазару Александру Борисовичу, главный геолог ГКЗ. Вы изучали вопрос со сближения российских сандартов международных, и вот здесь хотелось бы немножко узнать о состоянии работы по классификации дробов-полезоскопаемых. Я сам обжегся в два форма, говоря о каких-то сроках, переносил сам. Что создано происходит? Как тут переключать слайд? Да, правда. Спасибо. Значит, я сейчас буду говорить о проекте новой классификации запасов твердых и прогнозных ресурсов твердых, полезных ископаемых. Значит, сразу предупреждаю аудиторию, это еще только разговор идет о проекте. Классификация не завтра будет водиться в действии, и даже не послезавтра. Дальше я об этом скажу. Ну, немножко позволю себе небольшой экскурс, так сказать, эксторический. Впервые разделение запасов, полезных ископаемых категории, было предложено в 1902 году Лондонским институтом горного дела и металлургии. Значит, запасы делились, руда оконтуренная и руда не оконтуренная. Ну, я думаю, что до этого было просто руда и не руда. Ну, понятно, да? В 1909 году Гувер обракал внимание, что достоверность подсчитанных запасов и их категории укрепляется не только степенью вскрытой мосторождения, но и геологическими особенностями тел полезных ископаемых. И предложил свою классификацию. Кстати, Гувер – это будущий президент Соединенных Штатов 1929-30 годов. Значит, он предложил такую вот это, когда был горным инженером, установленная руда, вероятная руда и возможная руда. Ну, вы видите, что тут названия, особенно в английской транскрипции, в принципе, сохранились и сейчас. Значит, эта классификация горя просуществовала в России до 1926 года. В 20-х годах, ну, то есть конкретно в 1926 году, значит, геологический комитет своим решением отказался от словесных обозначений, которые были после классификации горячей. Значит, для классификации запасов, принятых в России до 1926 года, характерными гаос отсутствие характеристик качества, изученности свойств и технологии отработки роды. В 1926 году создана советская классификация, в которой были сформулированы два основных положения. Неопределенность словесных формулировок групп запасов горячей была заменена буквами обозначений А, Б, Ц, А, Б, Ц, которые существуют до сегодня и будут существовать этому дальше. Хочется отметить, что в этой классификации впервые в мировой практике появилось указание на хозяйственные назначения различных категорий запасов. Ну вот, тут немножко данных, сколько раз наша классификация пересматривалась, менялась до сегодняшнего дня. Вот, 2006 год, внизу, значит, сейчас действующая классификация и проект классификации 2017 года. Ну вот, надеюсь, что в этом 2017 году она будет принята, но может быть появится и цифра 2018. Значит, что касается стандартов отчетности, тоже небольшая краткая история. Ну, поскольку мы знаем, что основную роль населения в этом деле населения взяла Астралия, смотрим, что значит. Кодекс Джорки в октябре опубликован только в 1989 году. С последующими обновлениями 1922, 1926, 1929 и сейчас действующие 2012. Причем могу вас уверить, что вот с момента появления Джорки до сегодняшнего дня он эволюционировал только в сторону ужесточения требований. особенно в последние годы, очень сильно напоминает требования, стали нам напоминать наши реквизины, которые разрабатывались уже много-много лет. Тут бы еще хотел отметить, что по признанию западных, российская система классификации запасов – это нечто большее, чем просто классификация. Если рассматривать ее не просто в контексте классификации три листочка, а если ее рассматривать вместе со всем комплексом сопровождающих ее инструктивно-методических документов, то она представляет собой системное, достаточно полное описание принципов гео-разведки, учета и отчетности о запасах и ресурсах полезных ископаемых внедр. С технической точки зрения, к отдельным категориям запасов в западных классификациях, в частности в Жорке, у них менее жесткие регламентированные требования, нежели в нашей российской классификации. Хотя они тоже идут в сторону ужесточения, я имею ввиду западных классификаций. Так, ну тут основное направление совершенствования действующей российской классификации, прогноз присутствовал. Я тут не буду долго читать, потому что времени, я смотрю, особо нет. Я смотрю цель этот самый. Дальше, вы все в корче, что классификация запасов углеводородов, она уже утверждена и действует. Значит, вот цель новых классификаций, УВС и ТПИ, обеспечить переход административно-регулированных метрогозных механизмов, основанных на геоэкономической и технико-экономической оценке возможностей разработки запасов. Принципиальное свойство всех двух новых классификаций, они основаны на проектном принципе, то есть где будут утверждаться, сейчас я дальше скажу, эти свои извлекаемые запасы. Вот здесь вот на этой схеме приведено, значит, сопоставление действующей классификации шестого года и нового, но тут ясно видно, что у нас появляется графа избегаемой запасы, которого в шестом году не было. И возможно, что апробация прогнозных ресурсов категории B1, прилегающих, по крайней мере, к утвержденному месторождению, будет, возможно, будет утверждаться тоже в ГКЗ. Тут хочу отметить, что классификация шестого и семнадцатого года, допустим, написано C1, C1, C2, это просто приемлемость. Никакой конвертации прямой в этом не будет. То есть C2 запасы шестого года и C2 по классификации семнадцатого года, это абсолютно разные запасы. Здесь приведена, значит, схема по сравнению с Кристой. Значит, в отличие от них мы сохраняем за собой право, значит, забалансовых или потенциально-экономических запасов. Остальные, в принципе, если вы сейчас посмотрите, даже в это самое, со стадией мира год, в общем-то, все сбивается. П1 в новой классификации, это будет инферок, а все остальное там будут, естественно, выявленные, измеренные, оцененные и вероятные доказания. Так, вероятные доказы у нас будут определяться только проектом. То есть та часть геологических запасов, которая попадает в проект, даже если это в первую очередь, только они будут переводиться в R1 или R2. Значит, ну здесь показана гармонизация новой классификации с Кристой, в принципе, она повторяет предыдущий слайд. Сопоставление рамочной классификации и классификации РФ 2017 года. Ну, вот здесь приведена довольно подробная, если на ней останавливается, то целая лекция отдельная. Ну, в принципе, если слайды все будут, можно будет это посмотреть. Это продолжение предыдущего слайда, то есть соотношение категорий, которые выделяются рамочной классификации ООН и нашей классификации, ну, новой имеется в виду классификации. Значит, по поводу ГУКЗ. Мы идем на активную позицию подближения российских и международных походов классификаций запасов для ресурсов. Вот в 2011 году, вы все знаете, был принят кодекс ООН, который был гармонизирован с Кристой. Однако он на территории России так и не заработал. Вот в 2016 году российская классификация ПОО становится первой национальной классификацией, интегрированной в рамочную классификацию ООН 2009 года. Значит, мы предполагаем, что такой же первой национальной классификацией ПТПИ, гармонизированной с рамочной классификацией ООН, будет наша. Эту, которую мы собираемся утвердить. И вот нам по ПТПИ, в общем-то, немного ведет, потому что впереди нас идут ООСники. Вот они уже сделали первые результаты внедрения новой классификации ПООС. Допустим, они сравнили запасы России по данным новой классификации и по данным ВПИ. Вот 14,5 миллиардов тонн нефти – это по нашим запасам, и ВПИ дает у нас 15 миллиардов. В принципе, сопоставимая цифра. Правильно? Правильно. Тут еще что хотелось бы сказать. Значит, классификация содержит только основные принципы – подсчета и учета запасов для всех видов полезных ископаемых. Особенность ее применения для отдельных видов полезных ископаемых и совместимость с кресткой должна обеспечиться при подготовке новых нормативных документов. Вот список – это, к примеру, новые нормативные документы, в первую очередь указаны, над которыми уже работают Роснедра, ГКЗ, подведомственные институты, ВИМС, СНИГРИ и так далее. В общей сложности, значит, надо разработать девяносто… Две минуты у нас пригласили. Можно немножко нас по срокам сориентировать и основные, может быть, шаги в каких-то ситуациях, которые могли бы принять? Ну вот, а я сейчас уже заканчиваю. В общем-то, надо разрабатывать девяносто два… Девяносто два документа надо вносить изменения, включая такие… А часть из них вообще разрабатывают новыми, такие как правила проектирования, правила разработки и так далее. Ну да. Значит, десять лет назад в ГКЗ методической модели работало 32 человека, сейчас три человека. Поэтому я хочу сказать, что без вашей помощи мы никак в этом деле не справимся. И у нас есть уже хороший опыт в ГКЗ, где на недропользователях, в частности, компания, допустим, которая делала эти изменения, про которых я тут говорю, ну, написано, да, это компания GeoSolution на Инконсал, довольно по заявке недропользователя сделали хорошие документы, которые прошли РТС в ГКЗ. Ну, по вопросу, который сколько времени это будет занимать, вот смотрите здесь, значит, 20-й год, введение… конец 20-го года – это введение классификации со всем пакетом документов, это вот мы располагаем, что так будет. И шесть лет дается на переход на новую классификацию. Значит, никакой конвертации запасов не будет, никто никого не планирует гнать в шею в обязательном порядке идти и все пересчитывать по новой классификации. Только если возникнет необходимость нового ТЭО, если возникнет необходимость нового проекта. – Спасибо большое. – То есть это будет большой эволюционный период, 10 лет займет примерно следующей даты и новые запасы, новые стандарты, чтобы принять с новыми сражениями в отдельных случаях новой ТЭО. – Да, да, да. – Спасибо большое. – Здесь я хотел бы слово передать Ниньи Гольц, КМГ, вопрос стоит о налоговом стимулировании, тоже об этом говорилось много суток. Утром тема остается очень важной. – Да, спасибо большое. Я, честно говоря, немножко была удивлена результатами исследований, которые сейчас проводились на экране, когда аудитория, по крайней мере, здесь присутствующая, там обозначила, что там вопросы налогообложения, они не в приоритете сейчас, да, с точки зрения проблематики и необходимости там что-то менять. На самом деле, когда вводились, скажем так, новые налоговые режимы, годы для компании-нитропользователей, это было там период где-то там 2-3 года назад, действительно там у многих была эйфория, что там сейчас мы там получим легко там льготу по налогу на прибыль, снижение там до нуля процентов, там и льготы по МДПИ. Вот, и на самом деле, если считать законодательство, действительно как бы все предусмотрено. На самом деле, на практике там многие наши клиенты там столкнулись с многими вопросами, там зачастую с проблемами, да, именно с точки зрения практического применения тех налоговых льгот и налоговых режимов, которые сейчас предусмотрены законодательством. Я постараюсь, ну вот вкратце там в рамках там отведенного регламента, соответственно, кратко с вами обсудить, да, на что нужно обратить внимание, когда там вы планируете использовать те или иные налоговые режимы. Ну, я тогда начну, да, когда там появится презентация, тогда в более интерактивном режиме подключим. В первую очередь, на что хочу обратить ваше внимание, да, в Российской Федерации существует большое количество, скажем так, льготных режимов, да, которые могут воспользоваться целый ряд компаний. В основном эти режимы, да, направлены на стимулирование тех компаний, которые готовы вкладывать деньги, готовы осуществлять инвестиции. Соответственно, для недропользователей основное, скажем так, бремя, да, с точки зрения налогообложения, это всегда было ДПИ, как первая очередная, да, налог на добычную политику с компаниями. Дальше, там, налог на прибыль, налог на имущество, да, ну, там, по нисходящей, там, с точки зрения существенности затрат в части налогообложения. Так вот, если говорить про НДПИ, то есть два режима, которые предоставляют льготу по этому налогу. Соответственно, первый это режим региональных инвестиционных проектов, это РИПы, да, второй это режим территории опережающего развития, это ТОРы. Соответственно, там, примерно год назад в отношении РИПов была введена возможность заявления данного режима, ну, практически в уведомительном порядке, да, то есть, когда компания уже выполнила условия, проверила, там, по налоговому кодексу, там, или по региональному законодательству, что она, соответственно, выполняет условия, предусмотренные законодательством, соответственно, вместе с первой налоговой декларацией компания имеет право заявить соответствующую льготу, ну, проект ДПИ, это понижающий коэффициент, ну, при подаче соответствующих документов налогового ума, да, то есть, казалось бы, все просто. И, на самом деле, то есть, вот этот уведомительный порядок, он доступен тем компаниям, которые зарегистрированы на территории 15 субъектов Российской Федерации, да, то есть, это в основном территории, там, Дальнего Востока и Сибири. Остальные, скажем так, резиденты других территорий, да, соответственно, тоже могут воспользоваться этим режимом, РИПом, да, так называемым, но, соответственно, в разрешительном порядке, то есть, когда заранее подается некий комплект документов, да, и компания включается в реестр участников региональных инвестиционных проектов. Какая-то там проблема с моей презентацией, да? Действительно, проблема. Как с налогами обычно бывает, вроде все понятно, но, да. Ну, проблема есть, да, ну, тут такая, мне кажется, вообще глобальная проблема. Ну, хорошо, тогда я постараюсь, так сказать, на пальцах рассказать, вот. Если что-то будет непонятно, тогда, или там, тема интересная, да, можно будет ко мне подойти, меняться визитками, и я тогда уже там в частном порядке презентацию направлю. Вот, вообще, конечно, странная ситуация, мне такой первый раз. Ну, ладно, как-то, что-то должно быть всегда в первый раз. Смотрите, то, что касается рипов. Проблематика, связанная с рипами, вот на сегодняшний момент, она заключается в следующем. Для комплексных технологических процессов, да, когда добыча происходит, там, на одном предприятии, да, в рамках одного региона, соответственно, ну, вот для золотодобычек, это вот как раз актуальная тема, соответственно, Афинаш происходит, там, на территории другого региона, который не включен, вот, в периметр, да, Сибири, Дальнего Востока. Это проблема, да, то есть позиция Министерства финансов заключается в том, что в данном случае, поскольку нарушается один из критериев, соответственно, заявления, да, в рамках рипов, вот, налоговых льгот, соответственно, позиция заключается в том, что вот при такой технологической цепочке применение льгот невозможно. Есть соответствующие письма Министерства финансов, выпущенные в 2017 году, если тоже интересно, как бы я могу там потом дать ссылку, но, в принципе, это проблема для отрасли, да, потому что технологический процесс, ну, вот он такой, да, его очень сложно поменять, если не менять его специально, да. Вот. Значит, какая еще проблема, связанная с рипами? Критерий для того, чтобы применять льготы по налогу на прибыль, закрепленные, соответственно, на законодательном уровне, а я напомню, что потенциально налог на прибыль может быть снижен до 0%, соответственно, есть требования о том, чтобы 90%, соответственно, доходов формировалось за счет деятельности, связанной вот с этим институтным проектом, что, соответственно, для многих компаний проблема, да, потому что критерий 90% для действующих предприятий выполнить достаточно сложно. Даже если это новая компания с 90%, можно очень легко вылететь за счет, там, ну, влияния, например, там, курсовых разниц, там, на налоговую базу. Какая еще проблема? Ну, она, скажем так, носит технический характер, но очень болезненна для тех компаний, которые планировали заявлять, соответственно, понижающий коэффициент для НДПИ уже, там, в 2016 году. То есть, компании по факту столкнулись с чем? Что пришли вот в витаминственном порядке в налоговый орган, подали заявление, сказали, вот, значит, мы за 16-й год применили понижающий коэффициент, да, там, компания счастлива, налогового органа нет, да, потому что позиция, ну, государственного органа сейчас заключается в том, что, поскольку, ну, формально существует некая привязка в налоговом кодексе между возможностью применения льготы по НДПИ и, соответственно, налогом на прибыль, возможность применения вот этого понижающего коэффициента, она возникает только с 1 ноября 2017 года. Это не явно, скажем так, следует из законодательства, да, то есть, если вот действительно вот вчитываться, вчитываться, действительно, такой вывод можно сделать, вот. Но те компании, которые планировали заявлять эту льготу, соответственно, в 16-м году, да, они, соответственно, не смогли ее заявить, не смогли ее использовать. Это то, что касается региональных кондиционных проектов. Но, в принципе, мы видим, что сейчас интерес к этой теме, он достаточно большой, то есть большое количество компаний, именно недропользователей интересуются этим режимом, да, и, в принципе, если, ну, вот, учитывать, да, при планировании заявления режима вот те нюансы, те особенности, там, про которые я говорила, да, то, в принципе, использование этого режима, оно возможно, да, и действительно снижает ставку по налоге на прибыль. Ну, вот, к сожалению, не могу вам показать, у меня в презентации есть хорошая такая карта по регионам Дальнего Востока Сибири, да, вот с примерами именно регионального законодательства. Действительно, ну, вот, например, там, Амурская область, там, Республика Саха-Якутия, там, Магаданская область, они снижают ставку по налогу на прибыль до 0%, там, в течение первых пяти периодов, то есть, фактически, в течение первых пяти налоговых периодов не платится налог на прибыль. Это то, что касается региональных сонных проектов. Второе, то, о чем я вам рассказывала, это территория... Вы уже буквально три минуты. Да, я как раз, да, на Туре как раз три минуты. Да, это территория опережающего развития. В чем здесь особенность, да, то есть, если, когда я говорила про региональный сонный проект, в принципе, он может быть реализован на территории любого субъекта, да, то есть, он не привязан к конкретному локейшу. Территория опережающего развития – это уже конкретно, да, некий участок, там, земли, где, соответственно, статус, статус присвоен территории опережающего развития, и, соответственно, проект должен быть реализован на этой территории, да. Вот, есть тоже определенные ограничения, связанные там с использованием льгот, да, но если вот взять, помимо НДПИ, все прочее, что предлагает режим ТОРов, да, то, конечно, этот режим более выгоден, да, потому что там есть и, помимо НДПИ, и освобождение от налога на имущество земельного налога уже сразу дается, и снижение ставки по страховым взносам, и возмещение НД в заявительном порядке, ну, в общем, все блага, да, которые, вот, может пожелать компания налогоплательщик, они все есть в ТОРе, но, опять-таки, повторюсь, идет привязка именно к конкретной территории. Тоже есть определенная проблематика, связанная там с использованием льгот, да, и с заявлением этих льгот, вот, но, там, практика показывает, что режим достаточно популярный, да, да, с рейдом, в том числе, компанией наших клиентов. Ну, в завершение, да, вот еще раз, что хотелось бы ответить, да, что хотелось бы, чтобы вы вынесли с собой, там, после моей презентации, первое, что льготы можно получить под те инвестиционные проекты, да, которые реализуются, наибольший объем льгот можно получить для медропользователей, тех, которые реализуют свои проекты на территории Дальнего Востока и Сибири, и третье, это тщательное планирование, да, чтобы потом не было проблем, не было головной боли, там, заявили, а вам отказали, и штраф еще, и пени, да, вот, тщательно планировать выполнение тех условий, которые предусмотрены, соответственно, налоговым кодексом, региональным законодательством, плюс отслеживать ту практику, которая складывается вокруг применения налоговых льгот, в том числе, так, в том или ином регионе. Спасибо. Единственное, спасибо большое. У вас был сегодня первый опыт выступления без презентации. Да. Надеюсь, что он был удачный. А у нас сейчас сегодня первый опыт, когда у нас выступает по техническому регулированию, да, и, соответственно, Марина Рыбникова, есть тут проблемы в обществе на своей едах, она нам расскажет о той дискуссии, которая идет, собственно, с участием Росвитного пункта надзора и касается оборудования и карьеров, да. Ну, надеюсь, презентация будет. Может быть, я дам просто и сбросим с точки? А? Есть? Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Институт проблем комплекса в освоении НЕДР, Российская Академия наук, но вообще, говорю, гораздо большую группу и исследователей, и недропользователей, которые связаны с разработкой реализации нового мегапроекта, связанного с подготовкой федеральных норм и правил в области обеспечения устойчивости откосов бортов и уступов, карьеров и отвалов. Вообще говоря, на площадке Маймикс эти вопросы поднимались и в 2015, и в 2016 году, потому что действующие на сегодняшний день нормативные документы в общем случае устарели. легитимным является одни только правила обеспечения устойчивости откосов на угольных разрезах, выпущенные в 1998 году. Остальная часть документов подготавливалась и выпускала в 60-х годах прошлого века, и естественно, что все они сегодня устарели, ну а возможность использования вот этих действующих документов по угольным разрезам дискуссионно применительно к рудным месторождениям. Поэтому в силу вот притавленных на слайдах обстоятельств это и изменение, и появление новых качественно новых методов изучения и оценки массивов пород и образцов горных пород, появление новых методов оценки и состояния горного массива, и расчета устойчивости бортов карьеров, расширение области применения новых инновационных технологий, в том числе касающихся отработки и высокими узкутупами, и комбинированными открытоподземными методами разработки, и технологиями, связанными с использованием оборудования, работающего в автономном автоматическом режиме, без непосредства участия в операторе, в рабочей зоне. Поэтому вот снятие ограничений по высоте уступов, появление новых данных, необходимость адаптации к мировой практике привели к тому, что все-таки большинство и исследователи и разработчиков пришли к тому, что действительно необходимо разрабатывать вот эти новые нормы и правила. Но сегодня действующие федеральные нормы и правила предполагают расчет устойчивости откосов только методом предельного равновесия, и не используя современные методы ни оценки свойств массива пород, которые сегодня уже изменились и требуют оценки, и новой оценки структурного состояния массива, и такие методы у нас есть, но они не принимаются проектировщиками. Это и новые методы оценки структурного состояния и расчета напряженно-деформированного состояния, в том числе с учетом и тектонических напряжений, и различного вида структурных изменений в массиве пород. И поэтому свойства уже по-другому необходимо учитывать в состоянии массива, и с учетом деления пород на мягкие, слабые, прочные, определять устойчивость уступов уже по совокупности влияния всех факторов. Вот как раз учет всех этих параметров дифференцированно по свойствам пород, дифференцированно по климатическим условиям применения, например, приоритозона требует специфического подхода, дифференцированно по видам полезных ископаемых, и будет учтено в новых федеральных нормах и правилах. И будет обеспечена возможность построения бортов и уступов, карьеров и отвалов с принципиально иными конфигурациями массива, с принципиально иными коэффициентами запаса прочности. Не секрет, что сегодня это ведется на повышение запасов минус интересам собственников и минус экономической эффективности действующих проектов. Безусловно, будет учтена возможность использования новых инновационных технологий, в том числе и в случае реализации уже имеющихся деформаций в бортах карьеров и под этой зоной деформации, или в зоне действующих деформаций, а также с повышенными углами устойчивости бортов при реализации инновационных технологий на основе применения робототехники. Ну вот применение оборудования, работающего в интеллектуальном режиме, как показывает на слайде, позволяет принципиально до полутора раз сократить рабочие площадки уступов, сократить транспортные бермы и за счет этого изменить углы откосов транспортных берм вплоть до 240 градусов, потому что исчезает влияние человеческого фактора, который является основным при обеспечении безопасности горных работ. И за счет этого существенно меняется, конечно, экономика самих горных работ, а открытая разработка сегодня занимает до 90% общих объемов добываемых запасов. Особое внимание в новых федеральных нормах и правилах будет уделено обоснованию коэффициента запаса устойчивости бортов с учетом и срока отработки запасов, и физико-механических характеристик, геометрических параметров участков ведения горных работ, типа размера применяемого оборудования, динамических нагрузок, в том числе от взрывных работ, от падения кусков породы, и с учетом принципиально новых средств, мониторинга состояния массива с использованием георадаров, которые представлены здесь на слайде, использование которых сегодня в практике открытых работ показывает, что до 95% случаев у нас гарантировано избежание аварийных ситуаций в связи со современным предупреждением, своевременным предупреждением о наличии вероятности деформации бортов карьера. Эти радары работают в том числе в автоматическом режиме без непосредственного участия оператора в режиме реального времени. Ну и вот с учетом всех этих факторов, естественно, это нельзя было сделать ни одной организацией, ни одному институту, поэтому в настоящий момент сформирован мегапроект по подготовке вот этих новых федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Проект этот называется «Имеет свой девиз открытость и устойчивость, целый полный от стабилити», и это имеет под собой определенный смысл. «Открытость в плане открытой горной работы, в плане абсолютной открытости всей информации, в том числе и финансовой, и в плане открытости к участию всех заинтересованных сторон и со стороны разработчиков различных институтов и организаций, и со стороны заказчиков данного проекта. Цель проекта – разработка нормативно-правовой документации, закрепляющей рекламентированные в установленном порядке правила по обеспечению устойчивости откосов, бортов, уступов, карьеров, разрезов и отвалов, учитывающие, с одной стороны, накопленный российский и международный опыт как в разработке месторождений, так и в оценке свойств пород обеспечения и расчете устойчивости отвалов. Эти нормы должны быть адаптированы к нашим российским условиям и рискам и ориентированы на возможность применения новых инновационных технологий, использования которых сдерживаются в настоящее время, как раз отсутствие этих утвержденных федеральных норм. Задача проекта – это адаптация к обеспечению современных условий, устойчивости в современных условиях, синхронизация действующих Россию норм к мировой практике, наиболее полное использование современных методов и средств для повышения эффективности горных работ, снятия барьеров и обеспечения возможности внедрения инновационных технологий, повышение эффективности функционирования предприятий с открытым способом добычи и учет интересов всех недропользователей, которые заинтересованы в разработке данных норм и правил при формировании данных федеральных норм. Поэтому организационная структура проекта достаточно простая, представлена на слайде. Инициатором проекта является ИПКОН РАН, это Головной институт Академии Горных области разработки горного законодательства и норм проектирования. Поддерживает данный проект Ростехнадзор, и по сути дела он единственным является и имеет право представлять в Минюст и другие соответствующие министерства и ведомства для утверждения федеральных норм и правил. Уже сформирован информационный блок и действует сайт, информация, которую можно получить, дальше координаты слайда сайта будут даны, все информации по данному проекту. Оператором проекта является независимое физическое лицо, это Институт открытых горных работ в городе Челябинск, через который пойдут все финансовые потоки, как в работе с заказчиком на договорной основе, так и на договорной основе с работой с физическими лицами и непосредственными исполнительными проектами. Ну, структура ФНП, я на ней не буду подробно останавливаться, чтобы не занимать ваше дополнительное время, скажу только, что наряду с приказом о введении этого федеральных норм и правил будет разработано само тело проекта, основная часть, которая уже сегодня в основном подготовлена, это где-то 15 страниц. И это тело будет дополняться соответствующими приложениями, названия которых обозначены на слайде, есть презентации, я понимаю, что презентации есть в раздаточных материалах. Поэтому, ну и кроме того, в соответствии с интересами заказчиков к этим федеральным нормам и правилам, могут быть по желанию заказчиков разработаны дополнительные методические указания, обеспечивающие более простую и реальную реализацию вот этих норм и более плотное взаимодействие с органами экспертизы государственной. Ну, вот это все виды приложений, их достаточно много, они касаются и вопросов исследования свойств пород, и вопросов оценки устойчивости, вопросов обеспечения устойчивости бортов, карьеров и отвалов, и вопросов уже принятия мер в случае, если все-таки какие-то деформации произошли. Вот это ключевые заказчики проекта. Надо сказать, что этот перечень неполный. Сегодня мы уже имеем и дополнительные предложения, например, высказали свои дополнительные пожелания такие компании, как ФОСАгро, Учеринский ГОК, Гайский ГОК. Это действительно большой проект, он первый проект, который будет разрабатываться вот таким комплексом исполнителей из различных организаций, это кроме Конрана, это и Московский Горный Институт, это и Санкт-Петербургский Горный Институт, и ВНИМИ, и структуры ВИОГЕН, с нами вместе работают и иностранные компании, которые также готовы участие в подготовке этого проекта, и мы за это им очень благодарны. Ну вот, пожалуй, что у меня все. Приглашаем к участию всех заинтересованных сторон, потому что открытость и устойчивость – это основной девиз данного проекта. Ну а устойчивость, понятно, что устойчивость – это не только бортов карьеров, откосов, бортов карьеров и отвалов, а это еще и устойчивость самого проекта, и мы гарантируем, что в течение заданного срока, это примерно три года, он будет реализован, и устойчивость тех компаний, которые будут с нами работать в плане повышения их экономической эффективности. Спасибо. Мария Владимировна, большое спасибо. У нас есть такой искусеченный состав спикеров в сегодняшней сессии. Если есть какие-то вопросы, у нас буквально три минуты осталось до конца, будем рады на них ответить. Ну, наверное, к любому из докладчиков. Ну, тут больше, наверное, все-таки про вы, да? Ну, в том числе. Спасибо. Хорошо, да, спасибо большое. Мы завершаем нашу сессию. Надеюсь, что вы получили какие-то полезные, ну, и удовольствие в целом этих нововведений. Спасибо. 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 Спасибо.